Приветствую вас, Оля, я так и полагаю, что вас зовут Оля. Я прочитал ваше сообщение, ваш первый текст, который вы написали первое сообщение. Вот, я не буду читать дальше, потому что, ну, там, слишком долго, да и, к правилу, в первом сообщении раскрывается вся суть проблемы, которые человек описывает. Сопротивление на вопросы любви от мужа, с одной стороны, связанное с непринятием неуверенности в себе мужа, непринятием этого, как женщины, желающие быть за мужем, желающие быть за уверенным в себе мужем, желающие быть за мужем как за каменной стеной и как женщины, которые это не получают. Это первое. Второе. Вам это воспринимается как нарушение личных границ, как требование. То есть от вас требует, от вас требует, требует проявления чувств. Это всегда в определенной степени напрягает, это всегда в определенной степени настораживает, это всегда создаёт такую вот, ну, такую, знаете, может быть, не напряжённость, но это создаёт ощущение, что нужно сгруппироваться, что что-то хотят и чем-то хотят, не просто чего-то, а что-то такого интимного, что-то такого чувственного, что-то такого важного. Вот. И, собственно, для сравнения вы можете просто представить, как бы вы отреагировали, если бы мужчина спросил вас там, хочешь ли ты заниматься на секс? Ну вот. Просто, да? И то есть вы понимаете, что если вы скажете да, то, скорее всего, вам придётся прямо прямо сразу с мужчиной сексом заняться, что не всегда хочется, не всегда вовремя, не всегда вообще, да, адекватно. Вот. Поэтому есть нарушение личных границ. Вот. И, соответственно, ваш мужчина уверен в себе человек, который нарушает ваши личные границы. То есть вы реагируете на психотичное поведение вашего мужа, что говорит о том, что ваши отношения не совсем забалансированы. Вот. Ну тут остается только добавить, остается только выразить надежды на то, что ваш муж своими плюсами, своими позитивными сторонами как-то компенсирует, что негативное слабо в отношениях есть. Ну, несколько странно то, что вы, обращаясь к специалистам, спрашиваете, у кого как было. То есть, вопрос к специалистам, он не предполагает такого, у кого как было. То есть, если это специалист, то отвечает с точки зрения профессиональных знаний, опыта и компетенции. Вот. Такая вот история. В целом, я бы очень хотел посмотреть на то, как вы выражаете своему мужу, и как муж выражает вам свои чувства, насколько вы близки, насколько адекватен и полон между вами обмен, обмен, духовный обмен, эмоциональный обмен, насколько вы хорошо друг друга слышите и прочее, прочее, прочее. Вот. Я полагаю, что в этом направлении вам имеет смысл двигаться. Вот. Возможно, с помощью психолога, то есть, почему бы эту проблему не вынести, например, на сеанс семейной психотерапии, вот, именно семейной психотерапии, в которой бы вы вместе с мужем смогли бы лучше понять себя, лучше понять то, что вам нужно, лучше понять, чего вы хотите. Вот. Почему бы и нет? Подумайте об этом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.